Наше путешествие в мир НЛО началось в далеком 1998 году, когда мне было 4 годика. Примерно в это время по телевизору показывали сериал «Секретные материалы». И каждому хотелось верить, что мы не одни во вселенной. Команда «Озорник» и НЛО. Еще немного. Лаура, может не надо? Ты же можешь упасть. Это самое большое яблоко тут. Если я его сейчас не съем, то тупой Скай припрется и сожрет его первый. Ой, а он уже идет. Вертолет, Лаура, мне мама разрешила погулять по каналу. Пожалуйста, пойдемте со мной. А зачем ты на дерево залезла? Захотела и залезла. На канал? Ну, меня мама, скорее всего, не постит. Пожалуйста, спросите. Скажите родителям, что мне мама разрешила. И вам тогда тоже разрешат. Ну, ладно, сейчас спрошу. Я тоже. После родительского одобрения мы отправились на канал. Эй! Подождите меня! Эклир, ты что, с нами пойдешь? А тебе разве мама разрешила? А я все делаю без разрешения. Ого! Крутая! Еще тащи камни! Давай вот этот кинем! Давай, китай дальше! Класс! Только жаль, что мы рыбок пугаем. Да им все равно! Скай! Что это? Что? Где? Там, над водой! О! Это как? Оно что, висит в воздухе? Это... Летающая... Тарелка! Летающая тарелка! Инопланетяне! Да заткнитесь, милезга! Скорее! Нам нужно увидеть это вблизи! Скай отправился домой на поиски бинокля, а я за подзорной трубой. Но, к сожалению, когда мы вернулись, неопознанный летающий объект пропал. Да, блин! Куда она делась? Улетела... Да не было там никакого иныло. Что? Эклир, ты же сама видела! Там были инопланетяне! И это, наверное, было просто облако! Сама ты облако! Эй, паразиты! Если вы ищете иныло, то здесь его точно нету! Да? А где тогда? На пристани! Точно! На пристани! Я слышал, что там остатки метеорита! Космические камни? Как у моего деда! Тогда быстро туда! Бежим! Бежим! Скорее! Хорошего вам падения с обрыва! Надеюсь, мы не опоздали! Йоу, малявки! Короче, поделитесь, милки, сын! Да! Короче, вот челики в массовке! Теперь вы или ваш персонаж можете оказаться в моих мультах на заднем плане! Я такая, короче, подумала, что это будет клёво! Вы присылаете мне себя или своего персонажа! Я принимаю заказ! Вы оплачиваете! Я вставляю вашего персонажа в мульт в своём стиле! Заказать можно будет по этой почте, в описании будет! Все письма не по теме сразу в бан! А так, пишите, заказывайте своих персов и увидите их в следующем видео на моём канале! А теперь срочно на пристань! И вот мы на пристани! Пытаемся понять, где же спрятаны лунные камни! Здравствуйте! А вы не видели лунные камни? Джесси, они слишком ли мало для лунных камней? Вали отсюда, шкет! Ну что, узнал что-нибудь? Нет, какие-то тупые взрослые не хотят рассказывать! Я прошарила весь берег, но никаких камней там нету! Рыбак наврал, да? Мы никогда, никогда не найдём ничего инопланетного! Скай! Лаура! Скорее смотрите! Блин, зачем она позвала Сейлор Шмун? Да, сейчас опять будет нам какую-то фигню врать, про то, что она якобы призраков видела! Ей вообще верить нельзя! Сейлор Шмун нашла лунные камни! Покажи! Что? А вот, пожалуйста! Ближе не подходите и не трогайте! Офигеть! Что? Это не лунные камни? Нет, лунные! У моего дедушки есть настоящие камни из космоса! И они совсем не так выглядят! Ну, твой дедушка просто тупой! А мне сама луна их дала! Не обзывай моего дедушку! Ребята, она вам врёт! Ну... Ну, просто камни же похожи на лунные! Всё! Если вы не верите, я ухожу! Нет, нет, стой! Мы с тобой! Прости, вертолёт! Вообразив, что камни из космоса помогут нам в поимке НЛО, мы снова отправились на канал с экспедицией! Короче, следим по очереди! Сначала вы с Эклер ищите на горизонте тарелку, а мы изучаем космические лунные камни! Шмун, а ты уверена, что камни привлекут инопланетян? Конечно! Но только если я буду призывать их через камни! Какие же дети всё-таки тупые! Это же кусок пластмассы, а не камни из космоса! Сам ты тупой! У тебя просто нет нормальной жизни, вот ты и не веришь ни во что! А ты сама вообще-то сначала не верила, что на горизонте была летающая тарелка? Вы пройти круги над водой? Вы что, в школе не учились? На горизонте корабль, а вода отражает небо. Это обычный мираж? Нет! Не правда! О, ещё как правда! Открою вам ещё один секрет! Дедушки Мороза тоже не существует! Ну, тут я бы поспорил. Потеряв всякую надежду, мы разошлись по домам. Тупой рыбак! Не какая-то не пластмасса, а настоящие... Лунные... Камни... Эй! Псс! И... Инопланетянин? Ну, вообще-то у меня есть имя. Ну, ладно. А... А ты меня что-ли заберёшь в космос? Чё? Нафиг надо! Я пришёл сказать, что вы дурачки! Поверили вашей губастой бабе! В смысле? Это пластмассовое дерьмо, а не космические камни. Лучше бы послушали свою круглощёкую подругу. У неё хотя бы дед учёный. Ну, ладно, дяденька Гуманоид. А можете, пожалуйста, не курить тут? Да я уже ухожу. Подъём! Нужно позвонить вертолёту! Мы нагрянули в гости к деду вертолёта. И нам показали огромную коллекцию разных камней. Вулканических, доисторических. И камней из космоса. Метеоров. Дед сказал, что на дальних планетах и даже на Марсе может быть вода. А если есть вода, то могут быть инопланетные жители. К нам вернулась надежда. Представляете, каждая звезда – это солнечная система. Да, и где-нибудь точно есть инопланетяне. С тремя сиськами. Чего? У них вообще нет сисек. Короче, нужно проучить тупого рыбака. О, есть идея. Эй! Тебе подарочек из космоса! Ау! Не забудьте, что можно заказать своего персонажа.